Время ужасно не было, как в Москве. Я почему еще раз начинаю свой доклад, потому что время идет, наука не стоит на месте, мы что-то там говорим о каких-то своих достижениях. А вот что касается темы моего доклада, то, что называется ГОС, мы не там, что бы мы не делали, что бы мы не внедряли, как бы мы не выжились. Но, к сожалению, наши успехи не столь велики, как мы себе это представляем. Итак, место распространенной, немелкоклеточной, рак легкого и тактика лечения, которая в настоящее время принята. Ну, сегодня практически все докладчики, я не исключение показываю место рака легкого, заболеваемости населения мира, Соединенных Штатов и России. Ну, вот эта структура заболеваемости злокачественного образования на 2008 год у нас в России. Вот, и здесь видно, что рак легкого в целом у мужчин занимает первое место. И вот первое место, на первое место по заболеваемости он выходит после 40 лет. Ну, и дальше 85 и стаж, если человек проживает, то у него чаще все-таки рак простой предстоятной железы наблюдается. Итак, думаю о том, как представить себе, как, вернее, вам представить, что такое место распространенной, немелкоклеточной рак легкого. Я вот прошла в такую, в общем, классификацию, которую вы все знаете. Вот, и данные, которые вам также хорошо известны. И место распространенного немелкоклеточного рака легкого вот здесь. Стадия 3B, то есть Т4, любое N0 или любое Т, N3, N0. И чуть-чуть из 3, из 3 А стадии, то есть Т1, 3, N2. То есть те ситуации, когда хирурги не берутся оперировать. Массивное поражение, либо узлов средостения. Ну, о чем нам говорят стадии? Нам стадии говорят о прогнозе, да, петилитивной выживаемости. Первая стадия 55,75%, вторая 25,50%. Мне очень нравится, вы знаете, тут такой расспрос по 25%, а здесь эти 25% вообще половину составляют. Вот, третья А стадия, видите, тоже 20,40%. А вот третья В и четвертая, менее 5% петилитивной выживаемости. То есть вот эти цифры, они как бы очень близки к истине и к нашему с вами клиническому опыту. Ну, что такое третья В? Ну, что четвертая, это понятно, да, запущенная стадия. А в наши дни третья В и третья А стадия, это чаще всего просто недостаточно установлена распространенность. Но у нас нет на сегодняшний день методов неинвазивных, с помощью которых мы могли бы четко установить стадию заболевания. И поэтому именно при третьей В и неоперабельной третьей А стадии отказались, в общем-то, от оперативного лечения. Я не согласна здесь с Константином Константиновичем, потому что больные без операции живут столько же, сколько и после операции. Вот как это не аминно хирургам служит, но с другим качеством жизни. Вот, это на сегодняшний день единственное, по-моему, чего достигла химиотерапия. Вот, если так вот, положа руку на сердце. Итак, именно при местно распространенном раке легкого длительное время лучевая терапия оставалась стандартом лечения. Но эффективность ее была низка, медианная выживаемость больных не превышала 11 месяцев. И, естественно, у всех докторов чесались руки, предпринимались попытки повысить эффективность лучевой терапии, как единственного метода. Вот, и использовались разные радиомодификаторы, так сказать, еще в прошлом веке. И вот я вам должна сказать, что именно в те годы, когда лучевая терапия была стандартом, когда не было столь развитой химиотерапии, вот, так сказать, англоги со старшим это прекрасно помнят, именно в те годы аденокарцинома и плоскоклеточный рак легкого, не говоря уже о мелкоклеточном, они чились по-разному. Чувствительность к химиотерапии была различной, и чувствительность к лучевой терапии была различной. А затем развивалась химиотерапия, появлялись новые цитостатики, вот, и постепенно как-то забыли об этом разделении, потому что первые клинические испытания показали равную эффективность цитостатиков третьего поколения в комбинации с платины, при аденокарциномии и при плоскоклеточном раке легкого. И поэтому с ультожом все объединили в одну подгруппу и стали лечить всех одинаково. И вот на сегодняшний день появление таргетных препаратов и появление новых знаний о биологии невелкоклеточного рака легкого опять приводит к разделению этого понятия на два, но уже плоскоклеточный и неплоскоклеточный рак легкого. Велкоклеточный мы не трогаем по понятным совершенно соображениям. Итак, помимо радиомодификаторов, что было бы врачи? Ну, конечно, химиотерапия. Ну и вот одно из первых исследований по сравнению химио-лучевой терапии и лучевой терапии, так сказать, в сольном исполнении при плоскоклеточном, неоперабельном, невелкоклеточном раке легкого. При этом цитостатики использовались те, которые были эффективны и применялись к химиотерапии в те годы. Потому что если вы посмотрите, то это первые результаты были в 91-м году, опубликованные потом, они несколько обновлены в 94-м. И вот он, виндезин, циклофосфамид, который сейчас никто уже не применяет, и виндезин тоже, и ламустиин мы не применяем. Остался один цитостатики. Но даже вот эти не очень эффективные цитостатики привели к увеличению, причем достоверному увеличению двугодичной выживаемости больных, получавших химио-лучевой терапии по сравнению с одной лучевой терапией. Дальше наблюдения показали, что после химио-лучевой терапии достоверно реже наблюдалось отдаленное метастазирование. Однако вот антагогичный локальный контроль был весьма сходным как в той, так и в другой группе. Поэтому, так сказать, местного выигрыша мы не получили. Ну и цисплатин, так сказать, был первым препаратом, который показал свойства радиосенсибилизатора. И вот еще одно исследование. Третья стадия лококлиночного рака лёгкого начиналась с химиотерапии, и затем подключалась лучевая терапия. Вторая группа пациентов получала только одну лучевую терапию по той же программе. Какая химиотерапия? Платина плюс венпластин, который на сегодняшний день уже практически забыл. Ну, одинаковое число больных. Ну и что оказалось? Что частота объективного эффекта практически не различалась у пациентов, получающих последовательную химио-лучевую и одну только лучевую терапию. Однако добавление химиотерапии к лучевой терапии заметно повышало частоту инфекционных осложнений, требующих госпитализации, и приводило к выраженной материи виза. То есть тяжелее больные, конечно, переносили эту сочетанную, вернее, последовательную химио-лучевую терапию. Ну, а что касается общей выживаемости, то вот как раз тут-то химиотерапия и показала свою пользу. Ну, я должна сказать, что это тоже исследование 1994-1996 года с несколькими иными критериями оценки тогда еще. Вот, и поэтому по тем критериям оценки медиана общей выживаемости при химио-лучевой терапии была достоверно выше, чем при одной лучевой терапии. Однако вот однодонечная 5-7-летняя выживаемость, она как бы считается, как и считалось, как раньше считалось, так и сейчас процент живых больных. И вот если посмотреть на динамику выживаемости, то, в общем-то, пациенты, которые получали химио-лучевую терапию, в большем проценте больше жили по сравнению с одной только лучевой терапией. И вот еще я говорила тогда, что аденокарцином и плоскоклеточный рак все-таки лечились одинаково. Аденокарцином считалось менее чувствительной опухолью к лучевой терапии. И вот, так сказать, добавление химиотерапии привело к улучшению выживаемости больных и при аденокарциноме легкого. Вот это химио-лучевое лечение, а вот это лучевая терапия. Ну и, как я уже говорила, цисплатин. Цисплатин – это первый препарат, который, в общем-то, как бы породил некоторые надежды на улучшение показателей эффективности лечения как веточного рака легкого. И вот, значит, исследование по отработке доз и по отработке режима введения цисплатина в комбинации с лучевой терапией. Первая группа больных получает только лучевую терапию. Вторая группа лучевую терапию на фоне еженедельного введения цисплатина. И пациенты третьей группы на фоне лучевой терапии получают цисплатин в очень оригинальной дозе 6 мг на метр квадратный ежедневно до сеанса лучевой терапии. При этом гипергидратация требовалась в обязательном порядке. Тогда еще не была так развита антимедическая терапия, поэтому, конечно, основным осложнением у пациентов на фоне цисплатина были и медическая тошнота, и рвота. Ну и что же в результате оказалось? Что наиболее эффективным является режим лучевой терапии в комбинации с ежедневным введением цисплатина. Вот это одногодичная, двух- и трехгодичная выживаемость, и по всем, по всем этим, так сказать, показателям, выживаемость в группе больных, получавших ежедневно цисплатин, выше по сравнению с одной только лучевой терапией. И вот вам, пожалуйста, контроль местного рецидива в уголе. При лучевой терапии через год и через два года, видите, 41% и 12% в больных без рецидива, без местного, а вот ежедневное введение цисплатина достоверно улучшает эти показатели. И вот впервые было доказано, что химио-лучевое лечение все-таки лучше, чем одна лучевая терапия при местном распространенном раке Волкова. И необходим дробно протяженный режим введения цисплатином. Еще одно исследование, как отличная рак Волкова, третья стадия. Как бы индукционная химио-лучевая терапия, это позит с цисплатином, 2 или 4 курса, плюс лучевая терапия, это суммарная доза 45 или 60 грейд. То есть если больной, так сказать, переносил нормально 45 грейд и продолжали обучение до 60, то им проводилось еще два курса химиотерапии на фоне лучевой терапии. То есть это уже сочетанное химио-лучевое лечение. Ну и достаточно плохие результаты, особенно в том, что касается медиа общей выживаемости, 15 месяцев и 15% пятилетней выживаемости. Ну что оказалось, что химио-лучевая терапия повышает частоту нейтропии глубоких, и что особенно важно, частоту эсофагита в виде третьей степени 12 и четвертой степени по 8% больных. Таким образом уже эти исследования поставили вопрос перед алкологами, как же сочетать лучевую и химиотерапию, как их проводить последовательно или же агромально, одновременно, параллельно друг с другом. Ну появлялись новые цитостатики, естественно, они тестировались в комбинации с лучевой терапией. И вот одно из основных исследований, которое доказало, что все-таки сочетанная химио-лучевая терапия более эффективна, чем последовательная химиотерапия с последующей лучевой терапией. Два курса паплитоксела с карбоплотином, затем ракомизации. Одной по группе проводится только лучевая терапия, вторая на полу лучевой терапии получает паплитоксел еженедельно по 60 мг на метр квадратный. Ну и, в общем-то, время до прогрессирования, непосредственно эффективность, достоверно выше, хотя медиана общей желаемости имеет только тенденцию. Вот время до прогрессирования, вот это выживаемость без прогрессирования больных, получавших сочетанное химио-лучевое лечение, общая выживаемость, видите, вот здесь где-то 50%, не очень достоверно. Но чем дальше, тем больше расходятся эти пилы. И от чего же зависело вот это расхождение пилы? Оно зависело от ответа больных на лечение. Больные, достигшие объективного эффекта, то есть полные лечистические репрессии, естественно, жили дольше при сочетанной химио-лучевой терапии. Второй путь повышения эффективности химио-лучевого лечения, это эскалация суммарно-очковой дозы в комбинации с химиотерапией. Здесь тоже комбинация как бы индукционной химиотерапии, два курса кармоплотина с папротоксилом и 43-го дня сочетанная химио-лучевая терапия, кармоплотин плюс папротоксил ежедельно и облучение. При этом доза лимитирующей токсичности не была получена, хотя частота эсофонита 3-4 степени составила 8% при суммарно-очковой дозе, превышающей 60 грейд. Общая эффективность 52% и вы посмотрите на общую выживаемость уже 26 месяцев. Одноградечное выживаемость в стадии 2 года 52% больных жили и даже 4 года 40% больных. Вспомните такие данные после оперативного лечения. Ну, естественно, что, как я уже говорила, все эти результаты оставляют желать лучшего. Ну, естественно, предпринимаются попытки как-то их улучшить. Вот, ну, во-первых, изучается новая комбинация, вот, сисплотин как основной препарат, комбинация с имзаром, папротоксилом или венорепином. При этом 43-го дня добавляется лучевая терапия. Ну и как результаты? Результаты одинаковые. Выживаемость, медиана выживаемости составляет 17 месяцев, хотя, в общем-то, триплитные результаты достаточно неплохие. Еще одна попытка – оптимизировать последовательность и определить место папротоксила с карпоплотином. Достаточно сложное исследование. Опять-таки индукционно два курса папротоксила с карпоплотином. Затем после реализации лучевая терапия одна сама по себе, так сказать, соло. Затем лучевая терапия в комбинации с ежедневным введением папротоксила и карпоплотина. И вот третья группа, она, в общем, у нас вообще такая радикально леченая получилась. Это лучевая терапия на фоне ежедневного введения папротоксила с карпоплотином. И после окончания еще два курса поддерживающих химиотерапий папротоксилом и карпоплотином. Ну и вот это, так сказать, интенсивно леченая подкорка пациентов. Несколько дольше, больше белой медианы общей выживаемости, но значительно больше частоту изофагидов третьей и четвертой степени. Еще один путь повышения эффективности лечения – это консолидирующая терапия. Консолидирующая терапия, как вы знаете, используется при диссеминированном мелкоклеточном раке ленкова. Там имеются работы при раке ежников, раке молочной железы. Ну и вот была предпринята попытка консолидации эффекта доцитоксилом, то есть 75 мг на метр квадратный. И в общем-то первая попытка, она показала обнадеживающие результаты. И было организовано ракомизированное исследование. И вот данные этого ракомизированного исследования разочаровали всех оптимистов, потому что добавление к солидирующей терапии доцитоксилом абсолютно не повлияло на отдаленные результаты лечения. Таргетная терапия. Таргетная терапия, о которой мы говорим много, при каждой локализации, ну и естественно проводится исследование таргетной терапии и при местораспространенном мелкоклеточном раке ленкова. Вот интересное исследование. Цитоксимат в кубинации с лучевой терапией у пожилых больных или у ослабленных больных. Это вторая база исследования. Это вполне логичное исследование, потому что вы знаете, что при диссиминированном мелкоклеточном раке лёгкого исследования ФЛЕКС проведено изучение цитоксимаба и при околе головы и шеи цитоксимаб в комбинации с лучевой терапией является стандартом. Ну и вполне естественно хорошо приносимый препарат в комбинации с лучевой терапией. Ну и в общем достаточно неплохие результаты. Видите, медиана общей выживаемости 15 месяцев, медиана выживаемости без прогрессирования 7 месяцев. Ну и естественно не остаёт добиваться с ума. Он интенсивно изучается в невелкоклеточном раке лёгкого. В разных вариантах будет в составе одевантной, неодевантной терапии и при местно распространённых формах невелкоклеточного рака лёгкого, но результатов пока нет. Ещё одна тенденция, которая на сегодняшний день прослеживается и набирает силу, это по аналогии с невелкоклеточным раком лёгкого, профилактическое облучение головного мозга с целью повысить эффективность лечения, повысить отдалённые результаты. Ну и в общем тоже посмотрите, какое количество исследований. Но в основном это исследования ретроспективные. Вот это вот сравнение, так сказать, без облучения и с облучением. Они содержат достаточно выразительные результаты, но проспективных ратомизированных исследований пока не организована. Итак, если мы, так сказать, обнаружим у пациента местно распространённый невелкоклеточный рак лёгкого, по сути, неоперабельный в пределах 1-летни. Вот на этом слайде представлена вся история развития лечения этого процесса. И если мы посмотрим, вот верхняя специальная цивиловая часть, это лучевая терапия в чистом виде в различных модификациях. Вот, да, так сказать, повышение интенсивности, гиперфракционирование, оно приводит к увеличению медианной выживаемости. Вот, посмотрите, здесь почти 10, здесь уже до 15. Дальше, последовательная химиотерапия и лучевая терапия. Уже минимальная медиана почти 14 месяцев, а максимальная, посмотрите, 20 месяцев. И вот она, зачертанная химия, лучевая терапия. 17 месяцев минимальной цифры и почти 20 месяцев максимальной. Поэтому при выборе нужно ориентироваться в первую очередь на состояние больного, потому что в настоящее время показано, что общее состояние ОК-2, гемоглобин ниже 13, являются неплагоприятными прогнозническими факторами в отношении выживаемости. Сюда же относятся и потери веса более 5% за последнее время, что говорит об активности процесса. И таким пациентам, наверное, нужно начать с химиотерапии, подключив последующую лучевую терапию. И если же больного практически бежала ОК-01, вы можете смело начинать с отчетанной лучевой терапией, которая на сегодняшний день является стандартным лечением этой категории больных. Благодарю вас за внимание и за внимание. Спасибо. Какие вопросы появились? Продолжение следует...